Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала Дмитрий Микрофона. И сегодня мы продолжаем проходить Театр Войны 2, курс 1943, карта под названием Верхопение. Вот, кстати, это и есть эта деревня. Наша задача не дать врагу прорваться через реку Пену, вот на другой берег, вот как видите, сюда, через два моста. Вот это первый мост деревянный и вот это второй мост. Вот, кстати, также деревянный, это, скорее всего, временные переправы мостовые. Что у нас есть? У нас есть четыре отделения пехоты, обычной, стрелковой. Одно отделение противотанкистов, которое расположено здесь, в деревне. И одно управление взвода, командир находится здесь, майор Федот Киселев, он как раз и командует обороной. И его заместитель, старший сержант Ипполит Ковалев. Снайперы из их взвода расположены на передовых позициях, потому что я увидел, что тут намного лучше будет им работать, потому что на этих позициях, ну, ничего не видно практически. Так, у нас также есть батарея ЗИС-3, которая состоит из четырех противотанковых пушек, 76-ти миллиметровых. Две находятся на правом фланге и две из них находятся на левом фланге. Также есть батарея из 85-ти миллиметровых пушек образца 1941 года. Прекрасные пушки. Пробивают у них снаряд 100 миллиметров брони на одном километре. И, в принципе, она на одном километре может бороться даже с тиграми и пантерами более-менее удачно. Вблизи так уж совсем спокойно их пробивает. Так что любой танк противника на 43-й год ей не страшен. Прекрасное орудие. Также у нас есть четыре танка КВ-1. Три из них КВ-1С. Вот они. Вот здесь находятся КВ-1С. И также КВ-1 обычный, но у него лучший экипаж, который есть у нас. Так что он должен очень хорошо нам послужить. Есть две батареи минометов. Одна батарея это два 82-миллиметровых миномета. И одна батарея из двух 50-миллиметровых минометов. Стреляют они, конечно, недалеко. Не знаю, или они нормально дотянутся. Да, они даже нормально не дотягиваются. Нужно было брать 82-миллиметровые минометы. Ну, неважно. Если они пройдут в город, то, в принципе, будет нормально. Также у нас есть союзники. Они находятся на передовых позициях. Они имеют одну пушку ЗИС-3 и одну батарею противотанковых пушек 45-миллиметровых М42. А также два отделения стрелков. Давайте начинаем. Несмотря на то, что они находятся на передовой, им как раз будет труднее всего. Потому что, скорее всего, враг будет утюжить их позиции. Ну, наши вряд ли. Да и, возможно, если у него есть разведка, какая-то аэроразведка, то, скорее всего, его две ножи накроют в первую очередь. Первый обстрел. Сразу убил большинство солдат. Получена новая задача. Так, новая задача. Отпозиция атаки противника. Не допустить прорыва немцев к мостам через пену. Второй обстрел. Сразу весь экипаж в пушках погиб. Три солдата. Четыре солдата осталось. И одна здесь третья. Не знаю, удобно ли ей так будет стрелять. Все. Кажись, прекратили огонь. Нет, еще. Один обстрел. Это уже по нам. Мы потеряли солдат на ДШК. Еще одного. Даже еще двух отдельно. А это пулемет максимум. Еще один обстрел. Нужно очень сильно беречь наше орудие. Да, сразу двух человек мы потеряли. Нужно сейчас будет перекидывать кого-то, кто умеет вести огонь. Давайте. Вот этого мы перекинем солдата. Кому-то он там ведет огонь. Так. Интересно. Попадание по самолету. Кажись, падает. Да, мы его подбили. Есть, второй тоже подбили. Супер. Просто супер. Супер. Используем противотанковые снаряды для наших пушек. Так же сейчас нас обстреливают вражеские самолеты. Давайте наводчика мы уведем. Пусть займет позиции. Так, с этой стороны. Что здесь происходит? Мы подбили один из танков. Второй танк куда-то убегает. Еще одно попадание. Очень хорошо боремся пока что с вражескими танками. Удачно. Наши пушки расположены. Внимание. Так. Давай, давай. Выстрел. Кажись, не попали. Нет, попали в трак. Уничтожили трак. Хорошо было бы еще уничтожить пантеру. Или хотя бы остановить ее. Это было бы прекрасно. Попадание по панциру третьему. Теперь давайте занимаемся пантерой. Внимание. Так, панцирка флаген. Как там? Фир. Ау, свирен. Г. Внимание. Давайте по второму пока что танк убьем. А нет, в принципе мы уже и этим можем заняться. Внимание. Так, попадание по нашей пушке. Выводит ее из строя. Есть. Внимание. Выстрел. Есть. А, вторая пушка потеряна. Но неплохо. Неплохо они справились. Главное, что они подбили пантеру. Это очень хорошо. Они, конечно, продолжают находиться под обстрелом. Ранены. Так, вот эта пушка пока не видит вражеских танков. Ну, она видит вражеских танков, но не может поразить их. Так, вот это два танка, которые убежали. Супер. Хотя они не будут считаться как поражены, но... Мы как уничтожены. Они спокойно доберутся до ремонтных мастерских. Но... Мы их на очень долго вывели из строя. К бою. Так, пусть где-то сюда доедут, и мы как раз выйдем танкеря. Внимание. Так, попадание. Жалко, что очень долгая перезарядка пока что. Внимание. Так. Давай, давай, давай. Все, нужно выходить. Выстрел. Не попали. Стреляет наша 85-мм пушка. Нужно заниматься сейчас панцирами. Пятыми. Выстрел. Есть. Пушку мы уничтожили. Теперь наши танки спокойно добьют врага. Направление на указанный ретир. Так, с этой стороны. Выстрел. Есть. Внимание. А танки возвращаются. Супер. Внимание. Внимание. Есть. Поразили мы вражеские танки. Отступаем назад. Задний ход. Стой. Так, возвращаемся. Подходим пока что поближе. Расстреливаем врага. Расстреливаем врага. Прям бегут на наши окопы. Сейчас мы им ответим. Огнем. Из наших окопов. Там и минометы сейчас вражеские стреляют по своих же солдатам. Ой, там кого-то проткнуло аж. Вот вопрос. Когда перестану стрелять минометы? Главный вопрос дня. Интересно. Панцер пятый отступает. Возможно, у него нет части экипажа. Не вижу, что его где-то поразили. Так, Филипп погиб. Стрелков у нас не осталось здесь. Нам нужен командир. Он хотя бы наводчик слабенький, но что-то сможет сделать. Так, тут тоже наводчик хороший. Давайте. Я надеюсь, что он успеет все-таки подойти. Так, давайте. У него есть медаль. Уничтожили мы один из танков. Супер просто. Это штук сорок уничтожен. Как сами понимаете, чем отличается пушка от танка? Пушка, она дешевая. Пушка, она практически ничего не стоит. Ну, так. Образно. Она ничего не стоит. Еще одно попадание. У нас есть пушка, которая отлично работает. Используем минометы. Так, что нам нужно? Нам нужно ударить вот эти минометы. И сделать заградительный огонь по этой местности. Солдаты вражеские будут сюда идти. И мы попытаемся сейчас с ними справиться. С помощью минометов. Вторая противотанковая пушка пока что работает против панцирка Багена 6. Пока что панцирка Баген мы не видим. С этой стороны мы тоже танком не видим. Как-то неудобно. Пушка расположена. Давайте вот это подведем. Попадание по танку. Это что у нас? Это пантера. Панцирка Баген. Как там? Фюнф? Фюнф. Да. С другой стороны идут еще вражеские танки. Я. Так, ты куда? Запретить движение? Внимание. Мы должны снизу ждать противника. Внимание. Выстрел. Есть танк. В бою. Полностью уничтожен практически. Направление на указанный рейтинг. В бою. Пытаемся справиться сейчас с танками противника. Стой. Огонь. Выстрел. Есть. Танк уничтожен. Направление на указанный рейтинг. Так, теперь нужно второй танк. Хотя бы вывести ему пушку из строя. Внимание. Выстрел. Ни к чему не производит. Он промахнулся. Есть шанс. Огонь. Трак подбили. Огонь. Выстрел в двигатель. Еще один выстрел. Непробиваемый вражеский танк. Я. Тут два танка врага подбиты. Так, а с этой стороны что? Ну, тут, конечно... Задача выполнена. Тут, конечно, мы очень хорошо сейчас сражаемся. Враг продолжает бежать, но тут уже сами понимаете, что бесполезно что-то делать, потому что пулеметы просто расстреливают всех и вся. Танки, все вражеские были потеряны. С другой стороны, мы расстреляли также все вражеские танки. Ну вот, посмотрите на это просто. Попадание по нашему танку. Все, пушку мы ему выберем. И все. Завершаем. Было вроде очень быстро. Меньше 10... Нет, ну чуть больше 10 минут бой. Что по потере? Потере. Мы потеряли 44 солдата. Союзник 32 солдата. Мы потеряли, кстати, больше, чем враг. 69 солдат против 76. Враг потерял 9 танков, 2 САУ. Также мы потеряли 2 противотанковые пушки. Союзник потерял одну. Почему одну? Потому что другие пушки, они не уничтожены. Нужно разрушить саму пушку, чтобы она пропала. По уничтожениям танков мы подбили 10 танков и 2 САУ. Да, видите, я враг 9 потерял. Да еще многие не считаются уничтоженными. Те, что подбиты траки, они не считаются уничтоженными. Так что враг их, скорее всего, не сможет восстановить. Они будут подбиты, но все же им нужно будет заморочиться. И хотя бы, ну если будет наша контратака, то не сможет восстановить танки. Если не будет нашей контратаки, он восстановит танки. И отступит. Так. Ну, они уничтожили 3 наши пушки. Да, продолжить. Сколько наш танк уничтожил? Тут есть Орден Отечественной Войны, Орден Красной Звезды и Медаль за Боевые Заслуги. Давайте его наградим. У него теперь Орден Отечественной Войны 2-й степени. И повысим Старший Сержант. Так, что тут? 3 танка уничтожено и 3 пехоты уничтожено. Тут Гавриил еще имеет Орден Александра Невского. Давайте его наградим. Орден Александра Невского. И майором сделаем. Второй танк. Второй танк 6 солдат и 1 танк уничтожил. Давайте капитан. А, тут уже майор. Кстати, у нас второй майор появился. Тут тоже ветеран. Второй танк. 1 солдат и 1 танк. Ну, не густо. Этот танк 3 солдата уничтожил. Больше всего меня интересует... Вот, кстати. Стрелок убил 2 солдат вражеских. Тут никого. Тут 3 солдата. Кто-то... А, нет. Это случайно. Так, 0, 0, 0. Ну, стрелки, видите, они не очень хорошо поработали. Пулеметчик одного убил. Так, тут пушка. 4 солдата. Убила. Повышаем. Повышаем. Тут никого. Зис не уничтожила. Ну, те, кто были на Зисе, они погибли. Понимаете сами. Так, миномет. 1 солдата и 1 солдата убил. Там еще плохо считает. Награждение. Тут совсем просто. Ефрейтор Альберт Антонов. Давайте награждаем его. Орден Красного Знамени. Так. Он был первым советским орденом и высшим военным орденом в иерархии. Уступая лишь ордену Ленина. Во. Он еще и ветеран. Младший сержант уже. Ему дали, наконец-то, младшего сержанта. Медаль за боевые... За боевые заслуги. Ну, давайте. 9 солдат. 4 танка и 2 САУ. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Он, конечно, наводчик очень хороший. 8 солдат. Здесь третье. Уничтожила пулемет Максима. Уничтожил 3. И... 3 человека уничтожил Игорь Максимов. Ефрейтор из ДШК. Ну что ж, ребята. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.